добрый вечер дорогие друзья я приветствую всех вас сразу хочется проверить хорошо ли меня видно слышно видите ли вы презентацию я все спасибо большое денис давайте дадим еще минутку для тех кто к нам присоединяется и после этого мы начнем наш разговор хочу напомнить что это второй открытый урок посвященный облачным технологиям эти открытые уроки мы проводим как подготовительный этап перед курсом стартующим в конце августа на платформе отус который называется клаус с лучшим аркетект в рамках этого открытого урока мы рассмотрим в общем одну из тем связанных с облачными вычислениями и проведем этот урок примерно в таком стиле как мы планируем проводить все наши уроки вебинары в рамках курса о котором мы говорим так заявленные две минуты сейчас истекут и мы начнем уже непосредственно разговор на сегодняшнюю тему хочу предупредить что тема является достаточно общей в ней мы отражаем определенные вещи связаны с облачными вычислениями идея этого урока показать как мы будем проводить все остальные занятия ну и соответственно в рамках курса мы по-хорошему каждый из элементов рассмотрим сегодняшний давайте встречи будем это называть так дальше на сегодняшней встречи мы будем прорабатывать достаточно глубоко хорошо denis пока только вы отметили что меня хорошо видно и слышно попрошу повторить это если ничего не поменялось и мы можем начинать так хорошо давайте я предположу что если вы не пишете в проблемах то их тоже нет все так же хорошо спасибо большое для нас хорошо давайте начнем нашу сегодняшнюю встречу тема нашей сегодняшней встречи сравнительный анализ вендоров облачных решений проводить этот анализ мы будем про проводить анализ вендоров мы будем в разрезе тех сервисов которые они предоставляют поэтому поговорим о некоторых типах сервисов которые можно будет найти и на у каждого из вендоров данные о тех или иных вещах связанные с каждым сервисом и я буду приводить опираясь на информацию от трех вендоров это это с это и же и это клад платформу но прежде чем мы начнем наш разговор давайте познакомимся меня зовут кожанов олег кратко обо мне я закончил мгту имени баумана около 12 лет назад 11 лет я разрабатывал и внедрял лишения по обработке данных телеком компаниях россии и страны снг среди клиентов моей компании была вся большая тройка на тот момент сейчас наверное она как-то по-другому называется и два года назад и я устроился работать в компанию amazon и за эти два года я успел поработать в ритейл направлении компании amazon ритейл направлении направлении отвечающие за веб-сайт назовем это так amazon.com и сейчас на данный момент времени и я работаю в это блеск и моя команда занимается тем что помогает существующим клиентам и дабы с и потенциальным новым клиентам и дабы с эффективно и правильно использовать сервисы который предоставляет AWS наш сегодняшний разговор будет идти в принципе об облаке поэтому мы не будем концентрироваться на каком-то одном из лендеров потому что в общем и целом рынок облачных сервисов достаточно уже сложившийся по крайней мере рынок предоставляемый на западе и у нас в россии тоже начинает формироваться интересный пул игроков на этом рынке таких как яндекс облака мэйл облака сбер клауд вот это три которые у меня точно на слуху я уверен что можно найти предложение и от крупных вендоров таких как IBM или Oracle также мне известно что китайские облачные провайдеры предоставляют свои услуги на территории российской федерации как минимум аликлауб я слышал что они разворачивают свои дата центры и хайуэй смотрит в эту сторону так что в целом рынок есть предложение на этом рынке присутствует и мы же сейчас с вами в рамках нашего нашей встречи поговорим о некоторых общих принципов и концепциях которые вы увидите у каждого провайдера потому что это набор это будет набор сервисов которые обязательно надо предоставлять если ты хочешь называться облачный провайдер но еще одна маленькая пауза не пауза отвлечения прежде чем мы начнем наш конкретный разговор не бы до содержания встреч хотел сказать что нам надо познакомиться это будет мой следующий слайд но давайте еще чуть-чуть о содержании нашей встречи уже детально собственно мы сейчас поговорим с вами о целях встречи потом вот произойдет то самое знакомство с вами с нашей сегодняшней аудиторией с теми кто меня сегодня слушает дальше мы посмотрим на список основных сервисов которые в целом можно найти у крупных облачных провайдеров и дальше детально проговорим про четыре типа этих сервисов это сервисы связаны с предоставлением вычислительных ресурсов это серверы сервисы связанные с организации хранения данных в облаке сервисы связанные с организацией сетевой инфраструктуры вашего облачного решения и сервисы которые предоставляют вам облачные провайдеры где вы можете использовать различные системы управления баз данных в облачном виде естественно и в конце мы сделаем набор выводов из того что будет сказано в течение этой встречи крупными мазками выделил три цели нашей встречи это рассмотреть основные типы сервисов и мы достаточно подробно это сделал 4 сервисов дальше сфокусируем свое внимание благодаря этому попробуем изучить основные показатели по которым стоит подходить к выбору вендор облачного решения то есть как вам оценивать то что вы хотите разворачивать в облаке с каких позиций чтобы наиболее эффективно и оптимально выбрать того вендора облачного решения которые будете использовать ну и чтобы этот процесс был вам более-менее понятен структурируем мы сформируем некий набор вопросов ответы на которые вы будете искать во время вашего выбора поставщика облачных услуг вот такие цели мы преследуем они достаточно общие они достаточно поверхностные но их если мы их достигнем то у вас возникнет понимание ощущения какой же какой же плюс вы можете вынести для себя если начнете задумываться о переносе своих программных продуктов в облако или возможно создание новых программных продуктов уже используя парадигму проектировать 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 облачных решений собственно весь наш курс который будет как я уже сказал который стартует в конце августа будет направлен на то чтобы подготовить людей в роли cloud solution архитекта и эти люди получат базовые знания и навыки необходимые для того чтобы предварить жизнь вашу вашу или вашего бизнеса идею разработки программного обеспечения в облачной парадигме ну и теперь обещанное знакомство я сейчас чатик скопирую ссылочку на маленький интерактивщик и попрошу вас он поучаствует чтобы понимать кто с нами сегодня присутствует ну и может быть чуть-чуть фокусировать внимание на определенных под темах нашего разговора для аудитории потому что будет понятно что это вам будет интересно так ссылочку копирую в чатик чтобы вам было удобно и не нужно было переписывать ее да и собственно запускаю сам интерактив секунду у меня запущен старый я сейчас его соброшу чтоб у нас все началось с нуля да вот магическая кнопочка которую я искал и теперь готов с вами знакомиться так супер вы уже начали отлично спасибо большое да первый вопрос был кем и сейчас работаете судя по всему у нас в режиме реального времени будет такая очень разговор узкий на троих собственно ставим сегодня присутствует человек который занимается нет все у нас больше соответственно голоса разделились с нами человек который себя диссифицирует с ролью разработчика девопса и архитектора давайте дам еще минутку может быть еще кто-то подключится может кто-то ждал пока я сброшу мой опросник и если нет ничего на следующего просто ждите ну что ж дорогие друзья возможно вы мне потом отпишетесь чатик и мы с вами познакомимся по именную я буду уже общаться с каждым раз практически лично давайте поехали дальше следующий вопрос мне интересно узнать разрабатывали ли вы облачные решения и вот я вижу один из присутствующих уже ответил нет и меня радует что интерес к разработке программного обеспечения облачной парадигме присутствует второй человек ответил нет ну и дождемся третьего возможно счет будет 2-1 но пока я жду ответа да все вы не разрабатывали облачные решения и я вас поздравляю что вы решились сделать следующий шаг мое личное мнение что облачные решения находятся не облачные решения а индустрия разработки программного обеспечения в облачной парадигме еще находится в своем зачатке здесь стоит упомянуть такую статистику которую приводят крупные вендоры облачные что на данный момент времени только от 3 до 5 процентов существующих так называемых он премис с решений были мигрированы в облако и ожидается мы и мы естественно говорим о крупном бизнесе в различных индустриях и ожидается что в течение ближайших 20 лет это большой горизонт планирования более семидесяти решений созданных в парадигме on premises должны будут они применяют именно такое утвердительное такую утвердительную форму должны будут мигрировать в облако потому что те преимущества которые видят существующие те кто уже адаптировал облачные учисления для своего бизнеса они видят огромные преимущества и эти преимущества будут только увеличится соответственно конечно это рассматривается как конкурентное преимущество давайте зададим задам я вам следующий вопрос немножко поменяется форма вопроса но сейчас нас предупредят что там будут якобы правильные неправильные вопросы но на самом деле правильный неправильный ответ на вопрос на самом деле все ответы это будут про я просто поменял формат нашего взаимодействия чтобы это было чуть более интересно понаблюдали бы за иконочками супер все все три человека ну может быть еще кто-то запускаю мой вопрос он тоже ну скажем так статистически какой опыт у вас профессии под профессия здесь естественно подразумеваю в целом индустрии разработки программного обеспечения хотелось бы понимать супер наиболее опытные представители процессе профессии сегодня самой спасибо вам большое и здесь я тоже хочу вас поздравить что даже несмотря на такое количество лет вы все еще стремитесь изучать судя почему что-то новое для вас потому что вы ответе отрицательным ну и давайте последний по моему вопрос да в этом маленьком блоке в этом вопросе сейчас он появится мне просто хочется понять какого масштаба решения вы делаете и в какой команде вы работаете почему это важно потому что адаптация механизмов создания программного обеспечения для облачного в облачной парадигме требует изменения некоторых привычных нам шаблонов мышления связанных с самим процессом разработки так и что у нас два человека ответили один человек работает в маленькой компании маленькой смысле количество разработчиков не более того возможно это маленькая команда разрабатывает очень полезный продукт для своих клиентов и и второй человек который ответил это компания которая разработка занимается от 200 до 1000 разработчиков судя по всему суть это значит большой набор относительно большой набор продуктов большой набор решений команд и того что там используется интересно интересно спасибо вам большое за ваши ответы давайте же перейдем к непосредственно непосредственно теме нашу сегодняшний разговор уже в деталях так как нас не так много если вам не сложно то поставьте плюсики в чат и я просто поименно буду знать вас что вот вы со мной здесь присутствуете и по возможности обращаться к вам по имени такой элемент оффлайнного общения в режиме онлайн на спасибо андрей спасибо денис с ним сможем знакомы с реагировал ну третий участник по желанию добавить или добавить хорошо я буду давать возможность задавать вам вопрос если у нас возникнут по завершению каждого блока я открыт для ответов на вопросы мне очень интересно послушать вашу обратную связь на то что вы услышите ну и возможно просуждать на какую-то из тем давайте поговорим про основные типы сервисов которые вы скорее всего найдете у любого крупного облачного провайдера который хочет так называться прям по списку и кратко о каждом из них наиболее понятный наиболее ясный наиболее распространенный сервис с которого начинается любой облачный провайдер это вычислительные ресурсы то есть суть этого сервиса предоставление вам как своим клиентам в пользование некоторых вычислительных ресурсов раз тип этих ресурсов может варьироваться об этом поговорим чуть-чуть деталях но в целом именно об этом начинают задумываться все когда перед ними стоит вопрос а давайте отмигрируем в облако и у всех сразу в голове рисуется картина что что такое облако облако это дата-центр который не принадлежит нам который находится непонятно где и в этом дата-центре мы можем для себя арендовать некий сервер сервер это может быть виртуальный сервер это может быть и не виртуальный сервер но основное преимущество который сразу все видит что для этого сервера мы мы не должны заниматься обслуживанием дата-центра в котором выходит сервер все понятно на самом-то деле все прозрачно и если сейчас вы по роду своей деятельности эксплуатируйте свой большой или маленький дата-центр то возможно вы давно мечтаете того чтобы отказаться от этого не заниматься продумыванием охлаждения его питания придумыванием кто же будет обслуживать эти сервисы кто же будет обслуживать эти серверы кто будет их мониторить ну вот эта вся оперативная нагрузка возможно возможно поэтому вы задумались об облаке соответственно первое да вычислительный ресурс дальше абсолютно понятный необходимый без которого невозможно себе представить на одного облачного провайдера тип сервисов связанных с сетевой инфраструктурой и здесь предложение в смысле количества сервисов достаточно варьируется от провайдера к провайдеру но понятно что если у вас есть вычислительные ресурсы вам естественно нужно их объединять в возможно некоторые сети и как минимум вам нужно предоставлять доступ к этим ресурсам извне то есть через сеть интернет ну или другими способами от вашего офиса если например вы разрабатываете продукт для внутреннего пользования и только соответственно а хотите чтобы он был обычный то есть вам все равно нужно будет организовать некоторый элемент коммуникации ну тут тоже абсолютно понятно соответственно сетевая инфраструктура это сервисы которые должны быть и без них никуда третий тоже достаточно понятный момент это хранилище данных под хранилищами данных здесь подразумеваются те самые в общем смысле когда об этом говорят и слышат первый раз подразумеваются те самые виртуальные диски которые подключаются к вашим виртуальным серверам и в принципе это абсолютно понятное абсолютно понятный ход мысли мы виртуализируем и вычисления теперь нам нужно виртуализировать место где хранятся данные используемые в этих вычислениях следующий тип сервисов систем управления баз данных это можно сказать следующий этап эволюции следующий этап развития облачных провайдеров когда они вам предоставляют не просто даже не инфраструктуру а hardware as a service назовем это так они начинают предоставлять вам некоторые software то есть некоторое программное обеспечение как сервис и система управления баз данных это первое что о чем что у себя интегрируют всеоблачные провайдеры что о чем они заявляют во всеуслышание и предлагают своим пользователям и это означает что теперь вам можно не задумываться о эксплуатации закупке лицензий и всего того что сопутствует использованию СУБД мы сейчас говорим конечно не про open source в общем смысле а про enterprise решения но и с open source у вас тоже возникает даже если вы эксплуатируете его у вас возникает набор других понятных манипуляций действий которые вы делаете если вы эксплуатируете сами и соответственно облачный провайдер заявляет теперь некоторый набор действий связанный с администрированием в общем программного решения связано с управлением баз данными ложится на него и он предоставляет вам эти баз данные как сервис берите и используйте о многих вопросах эксплуатации мы подумаем за вас следующий тип сервисов связанных с безопасностью на самом деле если вы начнете углубляться в тему начнете смотреть слушать читать материалы выпускаемые облачными провайдерами в которых они рассказывают о своем видении того сервиса который представляет они все будут заявлять что на самом деле безопасность это номер один потому что это то о чем вы будете задумываться когда вас станет вопрос перенести что-то что вы контролируете в своей зоне то есть например в своем тата центре или в своем офисе на том сервере где у вас находится переносите от вас и вы всегда будете задумываться а что если с этим произойдет что-то что-то опасное назовем это так список угроз можно сейчас перечислять достаточно долго как мне кажется так вот все облачные сервисы естественно упирают на те сервисы по безопасности которые они могут вам обеспечить можно назвать некоторые это application firewall которые можно использовать при разработке программного обеспечения доступно через интернет это автоматические сервисы работы с и отражения атак в виде DDoS это инструменты мониторинга изменений которые происходят на вашей инфраструктуре и соответственно оповещение если что-то идет не так как запланированное или не так как обычное это набор сервисов связанных с анализом исходного кода если вы используете инструменты разработки поиск утечек поиск утечек в открытое пространство паспортов и ключей например из программного кода или поиск неправильно сконфигурированных облачных ресурсов и соответственно раскрытие информации вовне если вы этого например не хотели и так далее на самом деле ну вот например я когда готовился к презентации я посмотрел на набор сервисов под вкладкой безопасности у DDoS и у Azure у Google я не смотрел ну можно смело сказать это 10 плюс различных сервисов направленные на различные слои вашего программного решения как от аппаратного в аппаратном например можно порассуждать о таком такой услуге которые предоставляют это предоставляют точно Azure Google и AWS физические генераторы безопасных ключей то есть специально сертифицированные сертифицированное оборудование сертифицировано оно так чтобы соответствовать требованиям различных регуляторов различных стран и без которых например невозможно работать с например медицинскими данными это все в облаке есть это все предоставляется вам как сервис вам не нужно задумываться о том а как же сделать например точно такой же точно такой же физический сервер соответствующий всем требованиям регуляторов тех тех зон юридических где вы работаете давайте пойдем дальше управление контейнерами контейнеры это следующий элемент виртуализации который достаточно активно используется при разработке программного обеспечения и здесь мы подразумеваем как собственные докер-репозитории это кластеры кубернетис элементы настройки этих кластеров и не только кубернетис различные вендоры начинают смотреть и другие инструменты оркестрации управления докерами управления контейнерами все это есть и они предоставляют из коробки следующее бессерверные вычисления бессерверные вычисления это набор сервисов которых вам уже не нужно думать даже о том виртуальном окружении в котором исполняется ваш программный код слово не думать здесь подразумевает не рассуждать о том сколько вам нужно этого аппаратного обеспечения как его необходимо масштабировать как оно будет запускаться и так далее и тому подобное бессерверные решения подразумевается что вы фокусируетесь уже на конкретных задачах программной или бизнес логики вся обвязка вокруг вся краска вся обвязка вокруг вашего решения уже работа с ним автоматизирована сервисом облачного провайдера так следующий о чем тип сервисов это логирование мониторинг мы сказали уже о том что безопасность это приоритет номер один при создании облачного решения соответственно сервисы обеспечивающие инструменты сбора данных и мониторинга того что происходит в вашем решении важны нужны и провайдеры которые предоставляют точно так же широкий спектр как инструментов сбора так и инструментов анализа так и инструментов уведомления по событиям и настройки тех самых событий по которым вы хотите получить следующий тип сервисов то что называется artificial intelligence machine learning в этот набор сервисов входит как уже пред заданные модели решающие конкретные задачи искусственного интеллекта или машинного обучения ну на слуху у всех распознавание речи распознавание образов транскрибирование речи вот все то что возможно понадобится вам в вашем продукте с точки зрения с точки зрения machine learning скажем так из популярного да из того что все хотят иметь распознавание биометрии хранение биометрии это тоже те сервисы которые вы можете получить ну опять же как я уже говорил ados и облака по моему яндекс тоже появилось сейчас что-то подобное или по крайней мере они в этом заявили плюс это специализированная специализированные вычислительные ресурсы то есть например у вас есть собственный отдел департамент или люди которые занимаются этим направлением которые изучают или создают свои собственные модели решая конкретно задачи возникающие в нашем производстве так вот практически все что необходимо этим людям для организации этого процесса можно арендовать в облаке и построить там так называемый pipeline machine learning сейчас достаточно популярно становится отдельное ответвление связанное с искусственным интеллектом это построение ML OPS pipeline то есть machine learning operational pipeline автоматизации большинства рутинных процессов возникающих при решении задач машинного обучения и все это можно будет сделать использовать те сервисы инструменты разработки некоторые ну точно Azure и AWS позволяют предоставляют своим клиентам инструменты организации процессов continuous integration и continuous deployment это часть инструментов разработки также виртуальные виртуальные столы разработчиков например когда это может быть необходимо когда вы разрабатываете свое решение для конкретного заказчика у него есть определенные требования по потому требования по безопасности к вам как людям находящиеся в их инфраструктуре соответственно вам может понадобиться отдельное рабочее место есть те кто предоставляет лаптопы своим разработчикам но большинство предполагают аренду вот таких вот виртуальных рабочих мест настройки их для конкретных пользователей и соответственно из применения к ним тех политик безопасности которые находятся в которые которые нужно соответствовать находясь внутри организации да мы все это с вами видели когда мы виртуализировали рабочие столы внутри своей организации когда мы все играли с января и но на тот момент у нас внутри организации должны были быть вычислительные ресурсы обеспечивающие эти возможности теперь подразумевается что вам не нужно это иметь вы можете организовать вот эти виртуальные рабочие столы для сотрудников с необходимой инфигурацией настройками в облаке дальше следующий интересный набор сервисов это квантовые вычисления не секрет что это направление движется достаточно быстро созданы первые квантовые компьютеры которые стоят очень много денег если вы хотите им обладать но облачные провайдеры пошли дальше и говорят нам что не надо вам инвестировать в ваши деньги в покупку и владение этими инструментами мы предоставим вам их в аренду да их сейчас условно немного возможно даже на них сейчас есть очередь но вы как исследователь связанных с этим направлением можете связаться с облачными с облачным провайдером и возможно договориться об использовании этого оборудования в ваших работах наверное сейчас это будут больше исследовательские работы но это первый этап работы с новой технологией когда в нее приходят ученые и теперь ученые не ограничены бюджетами своих грантов не ограничены возможности своих университетов они могут за гораздо меньшие ресурсы арендовывать вот это вот усилительное пространство и проводить там свои эксперименты и многое многое другое я здесь перечислил на слайде несколько но поверьте это это не конечный список блокчейн разработка игр то есть специализированные сервисы связанные с например организации чата в игре да это все можно уже получить сейчас не создавая или специальная инфраструктура работы с датчиками с датчиками да то что называется интернет of things эти датчики могут быть на всем что угодно могут быть на оборудовании на заводе могут быть на умных лампочках и всем том что называется умный дом сейчас разработка роботов часть связанная с взаимодействиями промышленными с промышленными интерфейсами программирования роботов да это все уже есть VR virtual reality augment reality дополненная реальность и виртуальная реальность казалось бы узкие задачи но теперь когда вы начинаете задумываться о своем проекте связанном с тем или иным направлением деятельности стоит посмотреть а может быть основные вещи которые вы будете делать из проектов проект уже реализован для вас облачным провайдером и вы можете это получить не вкладывая свои такие свои ресурсы и под ресурсами здесь конкретно время разработчиков да вы будете вкладывать финансовые ресурсы потому что это арена это будет стоить денег но у вас появляется возможность быстро например построить прототип который будет состоять на 90% из существующих сервисов ваша задача будет их сконфигурировать и программирование здесь будет по минимуму и 10% той логики бизнес логики который будет реализовывать конкретно ваш продукт и так далее и так далее и так далее и вот прослушав этот достаточно большой список сервисов которые предоставляют облачные провайдеры сам по себе напрашивается вектор развития он будет заключаться в том что будут реализовываться те наборы сервисов которые сейчас необходимы для создания какого-то добавочного продукта я точно знаю что Azure и Google и недавно AWS заявил о том что они предоставляют уже как сервис инструмент расчета маршрутов практически по всему миру почему потому что во время пандемии стали очень популярны различные сервисы доставки и например вы придумаете свой какой-то уникальный продукт связанный с доставкой пищи но нишевой не глобально автомат то что делает Сбермаркет Яндекс еда утконос у меня не на этом у вас нишевый продукт ваша задача не просто доставка доставка низкокалорийной еды для людей которые сейчас находятся в некоторых фазах своей работы со своим телом например и если бы не было вот этого предложения от облачных провайдеров прежде чем перейти к вот этому основному основной части вашего продукта там например это какой-то уникальный алгоритм расчета калорийности ограниченный по бюджету заявленным вашим пользователем да то есть вот это ваша ниша это ваша уникальная вещь прежде чем вы сможете сфокусироваться на этом всем вам нужно будет решать много сопутствующих задач не связанных с этим так вот идея которая тот самый вектор который я говорю что теперь эти задачи за нас решены за нас как разработчиков и можно сфокусировать свою силу и энергию на создание чего-то абсолютно нового вот вот что я хотел вам сказать по результату разговора про набор основных типов сервисов есть ли у вас вопросы если нет то следующим нашим шагом мы начнем разбирать четыре типа сервиса достаточно подробно в различных разрезах их характеристиках минутка вам на то чтобы задать мне вопросы в чат хорошо я вопросов не вижу но возможно просто их еще печатаете они появятся я к ним вернусь в следующей паузе давайте поговорим теперь про четыре типа сервисов начнем мы вот с тех самых вычислительных ресурсов для которых я заявил что это абсолютно всем понятные тип сервиса понятно для чего нужен понятно как к нему подступиться понятно как вам кажется что ясен список того тех боли более тех задач которые можно за вас решить вот давайте на этом и сфокусируемся какую задачу в целом решает этот тип ресурсов задача предоставления в аренду вычислительных ресурсов все просто серверов какой список проблем приходит нам в голову ну вернее даже не так заявляется облачными провайдерами предлагающим нам использовать этот тип ресурсов первая проблема уменьшение стоимости эксплуатации вычислительных ресурсов это как раз тот самый разговор про обслуживание собственного вычислительного центра дата центра если вы в своем в своем профессиональном пути сталкивались хоть сколько то да даже одна стойка серверов это уже достаточно большая но не скажу что головная боль но большая ответственность и определенный набор постоянно повторяющихся операционных процессов которые вы должны делать чтобы она работала без перебоя ну назовем несколько да обеспечение электропитания нет давайте начнем с самого первого поезд подходящего места потому что стойка с полностью заполненной серверами она весит определенное количество килограмм и не в каждом помещении по хорошему с точки зрения безопасности это помещение можно разместить такую стойку с таким весом то есть вам нужно найти правильное место второе вам нужно рассчитать и подвести туда недостаточное количество электропитания если вы хотите чтобы вы соответствовали какому-то минимальному набору отказоустойчивости принципам отказоустойчивости вам как минимум это электропитание нужно задублировать и запустить от другого источника охлаждение охлаждение тоже самая история вам нужно понять сколько как чего его нужно охлаждать и аккуратно отследить чтобы и резерв по охлаждению у вас был что еще сетевая инфраструктура вам нужно вокруг этой стойки стойки поставить человек который по хорошему должен мониторить физическую работоспособность этой стойки и оборудование находящиеся в нем само оборудование в этой стойке его нужно закупить оно стоит а стоит денег б потом эти деньги будут лежать на вашем бизнесе как активы их нужно тоже будет обслуживать это разговор уже с назовем так финансистами бухгалтерии ну вот это по меньшей мере набор из пяти головных болей с которой вы сталкиваетесь задумываясь о том что вам нужна своя стойка это только на момент того как вы ее создадите дальше она начнет у вас работать ну и там можно уже выдумывать много чего если кто-то из вас имеет непосредственное отношение к работе с собственным железом вы можете ради интереса накидать топ-3 своих интересных проблем с которыми вы сталкивались обслуживать свое собственное железо то есть первая проблема вот этот весь набор задач вопросов и последующих процессов которые вам нужно обслуживать с вас снимается потому что облачный провайдер заявляет мы это сделаем за вас дальше использование только необходимы в данный момент вещественных ресурсов немаловажный аспект давайте представим себе что вы находитесь на этапе разработки проработки некоторой бизнес идеи и вы делаете ее в виде прототипа или концепта но вы понимаете что и у вас есть расчет и некоторые достаточно серьезные ожидания что этот прототип когда он будет создан на самом деле будет популярен и количество пользователей пользующихся продуктом будет достаточно большим вы задумываетесь об этом и соответственно закладываете вот этот прогнозируемый рост предполагаемый прогнозируемый вами рост тот железок который закупаете для того чтобы для себя для того чтобы ну собственно перейти к процессу эксплуатации создания эксплуатации и так далее вся идея заключается в том что в момент с момента когда это железо начнет у вас работать мы сейчас находимся в старой парадигме что когда вы должны обладать всем вот давайте я такую ремарочку сделаю потому что можно порассуждать что мы можем прототип сделать в облаке потом в какой-то момент понять что все-таки все работает и закупить это железо к себе в дата-центр и перенести туда да это уже так называемые инструменты как преодолеть некоторые ограничения той парадигмы в которой мы жили когда разрабатывали он премьер с решением все можно я согласен я буду говорить сейчас о крайностях потому что все-таки как показывает практика крайности это то что чаще всего происходит в жизни так вот сколько времени пройдет с момента когда вы закупите это железо начнете его эксплуатировать на него начнет крутиться уже ваш прототип до момента когда на уже работающий продукт начнет приходить прогнозируемый набор нагрузки что в это время происходит с тем железом который вы закупили оно простое то есть оно работает в холостую соответственно это траты которые вы несете облачные провайдеры и их инструменты заявляют что мы решаем эту проблему вы можете использовать наши учислительные ресурсы только тогда когда вам это необходимо нужно вам сейчас условный 0.25 cpu 1 гигабайт азу и 10 мегабайт пропускной способности сети покупайте ее тестируйтесь увидели рост арендуйте у нас другое железо рост продолжается продолжайте арендовать произошел спад по каким-то причинам ну например по каким-то причинам не буду сейчас возвращаться к нашей общей боли произошел спад вы можете отказаться от аренды того железа который был ориентирован на определенные показатели нагрузки и арендовать новое железо более дешевое чтобы собственно не тратить эти лишние ресурсы потому что они вам не нужны и это плавно перекрывает ту самую третью проблему которая здесь указана быстрое масштабирование вычислительного ресурса ну давайте скажем так предположим что у вас есть хороший бюджет даже если у вас нету если вам сейчас необходимо отмасштабируется от одного сервера определенных характеристик до десяти или ста вы можете это сделать в течение пятнадцати двадцати минут а если у вас еще эта процедура автоматизирована например вами это хорошо то есть у вас вы используете инструменты автоматического взаимодействия с облачным провайдером здесь я подразумеваю их API и SDK те же самые двадцать минут еще более того многие провайдеры если вы используете их инструменты мониторинга и логирования событий могут вам предоставить отдельную услугу в рамках которой вы настраиваете пороги масштабирования и скорость этого масштабирования может уже сводиться не к двадцати минутам а к минутам потому что вы используете инструменты облачного провайдера когда он понимает что начинает подходить то событие в рамках которого вам нужно отмасштабироваться потому что вы его настроили уже инфраструктура запускается уже поднимается ну производится так называемый холодный старт и в момент когда происходит достижение события масштабирования вы получаете готовые горячие пирожки из этой печки и то же самое если мы говорим о обратной обратной процессе демасштабирования то есть уменьшение количества предъявляемых ресурсов немаловажный аспект четвертая проблема это соответствие регуляторным требованиям не секрет что все больше и больше требований предъявляется к сервисам работающим с различными типами данных пользователей и все большим и большим набором допустим сертификации нужно соответствовать чтобы предоставлять услуги некоторые типы услуг работающие с этими наборами данных так вот облачные провайдеры в большинстве своем предлагают и заявляют что их железо то которое они вам предоставляют соответствует этим регуляторным требам и вам не нужно об этом заниматься вам не нужно вникать суть процесса как проводить эту самую сертификацию вам не нужно взаимодействовать со всеми участниками процесса сертификации вы получаете если говорить об аппаратном обеспечении готовый сертифицированный ресурс который вы можете использовать то давайте теперь поговорим о типах тарификации о той гибкости которую вам предоставляют облачные провайдеры при выборе того или иного типа ресурса под соответствующую вашим текущим требованиям задачу в целом тарифы зависят в общем смысле от двух вещей это от того типа ресурса который вы арендуете а их миллион ну буквально я вчера минуту листал прайс-лист от гугла на их набор ресурсов минуту потому что он у меня грузился конечно может быть дело в моем интернете но когда я посмотрел на содержание доступных мне типов вычислительных ресурсов оно не помещалось на двух листах так что вы можете здесь найти аппаратное обеспечение для любого случая я уверен что вы не найдете случай который не соответствует вашим требованиям дальше от чего еще зависит тарификация от периода использования и здесь периоды использования тоже отличаются это могут быть и секунды и минуты и часы и дни то есть вы можете определенный тип ресурсов арендовать на 30 секунд потому что ваша задача больше не выполняется и это вы делаете раз в день потому что задача выполняется раз в день раз в день на 30 секунд поднимается что то что обеспечит исполнение вашей задачи завершается и вы больше ни за что не заплачете задача решена все довольны и даже и даже облачные права тоже довольны потому что все равно некоторая прибыль которую получил от вас какие существуют варианты возможных тарифов тарифов самый простой самый понятный используемый всеми с самого начала это тариф по требованию так называемый on demand что это означает это означает что вы арендуете ресурс в момент когда он вам нужен для каких сценариев это наиболее оптимальный вариант это кратковременное использование это использование если ваша нагрузка на графиках можно сказать график вашей нагрузки на ваш продукт или сервис отражается как пила поэтому здесь так и написано либо нагрузка непредсказуемо ну вот так вот получается что как бы вы не хотели вы не можете с определенной точностью понять какая нагрузка в какой момент времени приходит на ваш программный продукт или на ваш сервис тогда тариф on demand с масштабированием автоматическим даже масштабированием в нужное время по по достижению какого-то события это то на что вам стоит смотреть следующий тип тарифов с резервацией что это означает и здесь приведены цифры это означает что вы берете на себя некоторое обязательство что будете использовать арендуемое аппаратное обеспечение какой-то срок у всех провайдеров это два типа срок либо от одного либо один год либо три года и здесь тоже абсолютно понятно и как у меня в цифрах указано разница стоимости использования по тарифу по требованию с резервацией может достигать до 75 процентов например у WLS 70 у GCP и у Azure до 57 процентов то есть на давайте возьмем так на 57 процентов дешевле вам зарезервировать арендовать ваш вычислительный ресурс например на год и использовать его этот год чем по чуть-чуть по чуть-чуть использовать его по требованиям конечно все зависит от сценария и здесь как раз указано что если вы более не четко прогнозируете свою потребность то есть потребность в смысле нагрузки и вы знаете что и вы понимаете что вот на период резервирования ресурса у вас не будет тех самых пива или скачков или ваш продукт находится в стабильном состоянии ну вот все вы обслуживаете абсолютно всех потребителей в городе который пользуется вашим приложением для такси уникально для этого города все но не растет больше это очевидно нету нету клиентской базы но сервисом нужно обеспечить соответственно зная о таком поведении вашего продукта понимая и прогнозируя потребность вы можете использовать тариф с резервацией и более того вроде как здесь сказано строго контракт на 1 год на 3 года на самом деле есть возможность отказаться от этих контрактов и заранее да там возможно вы будете нести какие-то убытки но эти убытки в пересчете возможно даже не будут сопоставимы с теми стоимостями которые будете платить за этот сам ресурс по требованию все очень гибко в этом плане это означает что если вы достаточно здраво подойдете к процессу планирования и понимания как же будет вести себя своя система вы очень сильно можете оптимизировать свои затраты на аппаратное обеспечение как краткосрочно точно среднесрочно и даже возможно и долгосрочно если сравнивать с эксплуатацией собственных собственных вычислительных центров дата-центров следующий тип тарификации так называемые спот-экземпляры это вообще находка здесь есть у этих типов экземпляров типов вычислительных ресурсов есть как минусы так и есть огромные плюсы огромный плюс 90 процентов скидки по сравнению с стоимостью вычислительных ресурсов потребований минус заключается в том что возьму здесь в кавычках в любой момент этот экземпляр может быть у вас отобран идея этих экземпляров заключается в том что понятно что не вся ресурсная база облачного провайдера используется у него есть железо которое простаивает и он готов вам это простаивающее железо отдавать вам как горячий тур и туроператор вот сейчас возьмите и летите вот нужно вам сейчас там распарсить свой csv файл за пять минут получить результат и забыть берите спот вы за это заплатите 0,001 доллар или евро или руб на связи с того как вы используете какая карточка привязана к вашему аккаунту то есть огромный плюс это стоимость минус это то что экземпляр может быть у вас отобран и здесь есть тоже маленький плюс в этом минусе он не будет у вас отобран сразу он каждый облачный провайдер сообщит вам о том что через у Asia по-моему пять минут у AWS три минуты или наоборот здесь не помню здесь нужно документацию лазить вы потеряете доступ к этому экземпляру то есть вы в принципе программно можете даже предусмотреть эту ситуацию вот что такое с спот экземпляры и тарифы связанные с ним например следующий пункт выделенные физические сервера например вы крупный интерпрайс и вы не хотите чтобы ваш учислительный ресурс находящийся в дата центре облачного провайдера жил по соседству его еще кто-то использовал вы хотите чтобы вот этот конкретный сервер который вы себе арендовали был только ваш потому что вам нужно отказоустойчивость там на одиннадцать девяток а наличие кого-то еще кто даже виртуально даже защищенно бегает вместе с вами к одним и тем же ищейкам памяти или к соседним ищейкам памяти все равно вызывает у вас некоторые сомнения вы можете арендовать еще еще более ограничено вы можете арендовать такие физические сервера как отдельные сервера стойки так и сказать чтобы в самой стойке не было серверов используемых другими клиентами облачного провайдера по факту это такая же ваша стойка только все всю головную боль по обеспечению работы стойки ну конечно стоимость такого типа аренды она будет другая здесь нужно дальше считать но прелесть заключается в том что у некоторых облачных провайдеров есть возможность даже по требованию арендовать этот выделенный сервер что иногда бывает мне кажется очень полезно можно зарезервировать также на год или на три а можно вот по требованию на на день или на неделю потому что именно в эту неделю вам нужно решать какую-то конкретную задачу но с таким условием что никто вам не мешал вот что я хотел сказать про тарификацию сказал много сказал разные вещи и это только показывает что возможность выбора она практически безгранична и под любой сценарий использования вы можете подобрать наиболее оптимальную для себя конфигурацию аппаратных ресурсов более того практически у всех провайдеров есть калькуляторы которые вам помогут сделать эти расчеты и выбрать то что вам выгодно ну и давайте сформируем список вопросов какой бы задать самим себе прежде чем заниматься выбором вычислительного ресурса исходя из этого и того провайдера облачных облачного провайдера ресурсов что это вам нужно понимать требования к ресурсу то есть какую нагрузку ваше решение будет осуществлять на все аппаратные характеристики ресурсов cpu азум сетевое потребление дальше профиль нагрузки на ресурс то есть поведение пользователя вот этот самый прогнозируемый график то есть как как будет приходить нагрузка если у нее понятная понятные шаблоны можно ли эти шаблоны как-то конвертировать или автоматизировать или определить для них правила вот что имеется в виду под этим вопросом дальше прогноз нагрузки то есть вы сейчас профиль нагрузки например можете понять сейчас и понять спрогнозировать а какая же нагрузка будет через какой-то промежуток соответственно понятно здесь ответ на вопрос нужно ли вам резервировать ну например вы создаете интернет-сайт и вы понимаете что в ноябре да когда у нас начинается сезон черных пятниц распродаж у вас гарантированно эта нагрузка увеличится соответственно вы можете вот именно на какое-то время еще заложить себе этот прогнозируемый рост и соответственно арендовать или задрафтовать да себе вычислительные ресурсы для работы в этот период дальше требования к отказу устойчивости важный момент чтобы понимать ну как будете вы провозить на аппаратном уровне резервацию резервирование всего ну в данном случае это вычислительных ресурсов какую стратегию использовать и так далее ну в целом когда когда решение происходит проектирование решения такие вещи прорабатываются с архитектором ну да с архитектором и с учетом того какую какой тип услуги какое качество услуги хотите давать своим клиентам возможно вам отказу устойчивость нужна потому что вы прямо заявляете 50 процентов запросов наших клиентов не будут работать ну вам это достаточно вы понимаете что и тех кто тех кто готов работать на даже на таком на такой договоренности вам хватит чтобы ваш продукт пользовался популярностью ну и те самые регуляторные требования если они есть то тогда сформулируйте поймите каким правилам регулирования вы должны соответствовать и поймите соответствует ли вычислительный ресурс арендуемый вами сдаваемый вам в аренду облачным провайдером этим требуем ну тут все очевидно так я закончил часть связанных с вычислительными ресурсами оставляю опять время на ваши вопросы у меня два варианта вам все понятно все ясно может быть даже интересно и вы хотите слушать меня дальше либо все непонятные вы должны знать о чем о чем спросить ну и в том и в другом случае мы продолжаем может быть дальше по ходу рассказывал вас появится мысли с которой которые хотите поделиться со мной или со всей аудитории поговорим про сетевую инфраструктуру общее и здесь подойдем с точно таким же набором блоков как почему почему появилась ну почему нужно сдавать в аренду какую задачу решает этот набор сервисов ну и ответ достаточно очевидный такой же как и вычислительных ресурсов предоставление в аренду сервисов необходимо для построения сколько угодно сложной сетевой инфраструктуры с важным дополнением что фокус должен быть на гибкости конфигурирования и максимальной безопасности как я уже сказал на самом деле задача и приоритет номер один для всех облачных провайдеров некоторые об этом прямо заявляют это безопасность я надеюсь некоторые это понимают но не заявляют но в идеале безопасность это все это краеугольный камень потому что именно она выстраивает доверие к такому такого рода услуги и дает понимание вам что ничего не произойдет с тем что вы раньше контролировали а теперь как будто бы отдали в пользование другим на самом деле это не так вы все равно останетесь полными владельцами но да вам возможно нужно будет поработать немножко в другой парадигме чтобы какие-то части безопасности обеспечить разговор про облачную безопасность на самом деле достаточно большой обширный глубокий и если сравнивать по времени сколько мы можем рассуждать на тему всех ресурсов там как я уже говорил 200 плюс от Asia и AWS вот возьмем это время чтобы о них и всех рассказать и разговор про безопасность вот они будут примерно сравнимы и даже разговор про безопасность будет больше потому что это важно так вот на уровне построения сетевой инфраструктуры у вас должна быть возможность выстраивать сколько угодно стабильную сетевую инфраструктуру и какие же проблемы решаются да возможности организации сетевой инфраструктур любой сложности я сам себя повторил вторая обеспечение основных характеристик программного обеспечения программного решения то есть чтобы ваше решение работало если это решение масштабируем если это высокую нагрузку вам одного учредитого ресурса достаточно возможно у вас архитектура подразумевает различные логические слои они все должны быть связаны поэтому без сетевой инфраструктуры никак не обойтись но сфокусируемся на нескольких проблемах обязательно нужно решать проблему масштабируемости без остановки то есть у вас должен быть такой сервис который позволяет вам если возникла такая потребность не останавливать свой производственный цикл на самом деле работу решения а отмасштабировать его или наоборот снизить его масштабирование в зависимости от текущей нагрузки здесь можно повторить тот самый часть разговора когда мы когда я вам рассказывал здесь все то же самое только вам нужно теперь еще на сетевом уровне обеспечить ну и соответственно необходимые сервисы для этого присутствовать дальше немаловажный аспект это географическое распределение и здесь этот аспект можно рассматривать не только с точки зрения отказоустойчивости вашего решения но еще и качество того сервиса который хотите предоставить своим клиентам если вы делаете решение которое подразумевает что им будет им будут пользоваться клиенты распределенные по географической территории даже территории стран такой большой страны как россия пользователь из владивостока который подключается к сервису находящимся в дата-центре в москве и пользователь в москве подключается к точно такому же дата-центру в какие-то моменты возможно будут испытывать на себе снижение качества предоставляем вами услуги из-за вот этого географического расстояния вы должны если вы делаете такое распределенное решение вы должны понимать как можно обеспечить определенный уровень качества услуги и для пользователя в москве и для пользователя во владивостоке и сервисы сетевой инфраструктуры должны позволять вам спроектировать такое решение да географически распределенное да предоставляющую услугу наиболее близко к своему потребителю но они должны быть ну и соответственно облачные провайдеры стараются все стараются его предоставить дальше защита adidos атак на сетевом уровне на до определенного для атак определенной сложности которые покрывают от 90 95 постоянно возникающих угроз вас должна быть защита и эта защита должна идти для вас из коробки по-хорошему возможно даже должны ее включить и практически и не настраивать и эту проблему за вас должен решать облачный провайдер дальше защита от атак уровня приложения все то же самое определенный набор постоянно повторяющихся атак который направлен на известные понятные уязвимости программных продуктов и целью которых является выявление продуктов где есть эти уязвимости должен быть отбит не вами а с помощью тех ресурсов тех сервисов облачного провайдера вы должны об этом задумываться и вы должны понимать как вы можете достаточно просто решить и обеспечить себе безопасностью себя обезопасить от такого вида угроз следующее минимальное время доставки услуги до конечного потребителя немножко пересекается с географическим распределением но на самом деле здесь еще расширяется понятие для того чтобы у вас была возможность настроивать и использовать так называемые серверы сервисы доставки контента сети доставки контента это немножко отличается от географического распределения в том случае в том в том смысле что вы фокусируетесь на статическом контенте а этот статический контент может быть как большим и маленьким он может распространяться как с помощью стриминговых инструментов так и не стриминговых и по-хорошему да вы можете это все запрограммировать вы можете подумать о этих наборах кэшей было бы хорошо чтобы за это сделал облачный провайд соответственно они все это делали давайте поговорим о некотором списке основных сервисов и надо ли вам за что за это платить и какие задачи они решат основной вот краеугольный базовый без которого невозможно это 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 сервис который предоставляет вам базовую коммуникационную сеть для ресурса в вашем облаке без него невозможно ресурс без него вы к нему не подключите это как воздух то есть без воздуха вы не сможете дышать вы не сможете установить сервис аналог аналог этого сервиса это машинизатор в сетевой стойке стойки если его у вас нету то вся стойка это бесполезная груда железа естественно он бесплатный вы получаете его ну так как без него невозможно облако какой смысл за это за это платить соответственно вы получаете его бесплатно нюанс этого сервиса и по моему этот нюанс абсолютно у всех провайдеров присутствует он привязан к региону размещения регион размещения это на самом деле физический дата-центр в котором будет расположена ваш арендуемый ваш арендуемый ресурс в зависимости от провайдера они либо раскидываются по всему миру ну вот например сейчас у Яндекс.Облако таких регионов три они заявили по моему об открытии еще двух нижний Новгород и по моему за Уралом еще где-то у них открывается дата-центр это соответственно география регионов размещения будет расширена и надо понимать что в каждом из этих регионов у вас будет свой собственный VPC сеть для того чтобы у вас была возможность объединить ресурсы находящиеся в различных регионах есть такой тип сетевого сервиса как VPC пиринг инструмент и некоторый подход конфигурирования он тоже предоставляется вам бесплатно и его задача как раз связывание нескольких VPC и физически это будет означать что несколько VPC например распределенных географически будут иметь одно сетевое пространство и ресурсы внутри него будут видеть друг друга как в одной подсети дальше Routing Tables предоставляется вам бесплатно это инструменты настройки таблиц маршрутизации сетевого трафика Internet Gateway это сервис который вы должны использовать для обеспечения доступности ваших учислительных ресурсов через интернет то есть как в том меме нельзя просто так взять арендовать вычислительный вычислительный ресурс и получить к нему доступ вы можете к нему получить к нему доступ разработчика чтобы он стал доступен другим через сеть интернет вам нужно еще немножко поиграться с настройками с конфигурированием минимальным конфигурированием сетевого окружения этого учислительного ресурса так вот Internet Gateway как раз для этого используется ну естественно он бесплатен для вас Security Groups это часть логических инструментов безопасности предоставляется бесплатно и позволяет настраивать правила управления трафиком на уровне вычислительного ресурса то есть вы настраивая Security Group указываете какие конкретно акторы могут получать доступ вычислительному ресурсу это понятно привязка скорее всего идет чаще всего идет либо к конкретным IP адресам либо к конкретным подсетям тем самым вы ограничиваете доступ до контролируемого вами набора участников следующие и следующие два сервиса как примеры здесь представлены это те которые предоставляются платно и это не единственный опять же список можно было продолжать бесконечно ну как бесконечно еще штук наверное семь сюда включить решающие эти семь штук большинство из них тоже уже были бы платными потому что подразумевается что эти услуги это дополнительные услуги для более сложного использования и если вы уже дошли до понимания что вам это нужно то понятно что облако уже ваше все и вы готовы будете оплачивать использование этих ресурсов но здесь я представил два это gateway абсолютно понятный ресурс предоставляющий отображение нового сетевого адреса на другой это вы скорее всего понимаете возможно и нужно для различных архитектур сетевых архитектур развертывания да и дальше это vpn gateway также предоставляется платно интересное использование этого типа ресурсов это например вам нужно выстроить так называемые гетерогенные решения в рамках которого у вас есть часть программных продуктов размещенных например в вашем дата-центре то есть вы еще не сильно не успели от него полностью отказаться но часть продуктов которые уже находятся в облаке вам нужно обеспечить их коммуникацию ну очевидно что vpn gateway это один из возможных способов некоторые облачные провайдеры предоставляют еще более качественные инструменты организации вот такого взаимодействия между on-premises и cloud решениями они и основная их характеристика это собственно пропускная способность и соответственно они будут гораздо назовем это так быстрее по сравнению с стандартными доступными не доступными а стандартными по тарифам такими как vpn gateway так пойдем дальше и выделим для себя часть вопросов на которые нам нужно ответить прежде чем заниматься выбором сервиса сетевой инфраструктуры очевидно нам нужна архитектура решения мы должны понимать какие блоки модули слои присутствуют в вашей архитектуре как программные решения будут размещаться на вычислительных ресурсов какая связь между этими ресурсами вам нужна хотите ли выводить ограничения не хотите и так далее и тому подобное архитектура она нужна то есть приходить без архитектуры без общего понимания что же вы будете делать либо мигрировать ну не стоит вы просто начнете перебирать перебирать все что есть у обычного провайдера и не сможете оптимально просчитать стоимости в принципе вы наверное бы это никогда не делали судя по тому что мы как мы познакомились у вас у всех есть уже давно на опыты идти ничего не зная и отвечать на какие-то вопросы вы скорее всего не станете поэтому вам совершенно понятие первый пункт в рамках этой архитектуры вам четко нужно понимать требования ограничения на доступ к различным элементам архитектуры решения исходя из этого вы будете понимать необходимо ли вам настраивать эти ограничения на сетевом уровне или использовать другие инструменты создания границ безопасности ну и то же самое требования график географической распределенности то есть здесь также ясно если она вам нужна вам нужно думать как же как же обеспечивать коммуникацию между элементами распределенными на различных элементами которые находятся в различных географических зонах обычного права сетевой инфраструктуры разобрались если есть у вас вопросы комментарии пожелания так тогда давайте перейдем к следующему типу ресурсов это хранилище данных какую задачу решает этот тип ресурсов предоставление в аренду сервисов и ресурсов используемых для управления данными здесь подразумеваются те самые виртуальные диски на которые вам ну все задумываются о этих самых виртуальных дисках на которые вам нужно сохранять данные и эти данные будут использовать арендуемые вычислительные ресурсы но на самом деле это чуть более широкий набор сервисов и проблемы мы пытаемся решить с помощью этих сервисов и облачных права это позволяет что мы будем решать эти проблемы первое это независимость вычислительных ресурсов от используемых данных давайте представим себе ситуацию о которой мы говорили вы разрабатываете свой прототип получаете рабочее решение вы решаете его вы принимаете решение что надо бы потестировать его в боевой среде так называемой с настоящими пользователями клиентами оно начинает работать на него есть спрос возникает нагрузка и вы понимаете вам нужно сменить вычислительный ресурс но уже в момент эксплуатации какой-то набор полезных данных это решение накопило вот а чтобы сменить ресурс ну давайте представим себе как бы мы вели себя в ситуации когда у нас он сменит ресурс закупить другой сервер и соответственно запустить его понятно в этом сценарии очевидно там назовем так очевидная логика нам нужно будет этот набор данных скопировать куда-то со старого сервера чтобы оно было нам доступно запустить новый сервер и перекопировать эти данные да когда данные измеряются в мегабайтах все хорошо если это гигабайт и терабайт это время то есть вы не сможете смасштабироваться даже если у вас сервер есть сервер который можете ставить для обслуживания той нагрузки которая к вам начала приходить вам все равно нужно время чтобы подготовить уже окружение для работы вашего продукта на новом сервере под окружением здесь понимаете сам уже накопленный набор данных так вот первую проблему которую пытаются решить с помощью хранилищих данных это независимость ваших ресурсов от используемых данных чтобы вот это масштабирование происходило как мы уже рассуждали достаточно быстро и прозрачно и практически бесшовно незаметно для конечных пользователей ну и без лишних дополнительных задач для вас как людей которые эксплуатируют это решение вторая задача это доступность и сохранность данных давайте представим себе что в момент переноса вот с тем элементом с помощью которого вы переносили произошло что-то непоправимое не знаю сгорел или еще что-то вы потеряли все данные ну и теперь дальше вам нужно решать вопрос как это объяснить вашим пользователям так вот с помощью облачные провайдеры предоставляет нам возможность обеспечить сохранность и доступность наших данных да понятно все ясно это с помощью дублирования этих данных несколько раз это очевидное решение но оно мы его получаем ставя галочку или выставляя определенный параметр при запуске сервиса хранилища данных все наша проблема решена и все те головные боли с которыми мы могли столкнуться в другой парадигме за нас решены скорость доступа тоже понятный момент иногда или часто или в зависимости от программного продукта мы начинаем сталкиваться с некоторыми ограничениями того хранилища данных который у нас есть оно становится медленным и нам нужно более быстро так вот определенные скорости доступа сервис облачного правила нам гарантируют ну и естественно такая штука как стоимость хранения давайте представим себе что у вас есть требования те же самые регуляторные о сохранении определенного вора данных даже десятки лет для вас эти десятки лет это что-то что должно существовать и оно должно быть в рабочем состоянии и в момент по какой-либо причине когда вам нужно обратиться к этим данным оно должно заработать и вы должны получить те данные о которых вас запросили кажется что ну не так это сложно но давайте представим теперь объем тех данных которые вам нужно хранить если это если это один гигабайт и вы скинули на три переносных диска ну окей хорошо это имеет право даже на 10 стоимость хранения а если это терабайт и они растут в смысле стоимости хранения их растет давайте представим себе что что вам еще и нужно обеспечивать некое удаление этих данных что вы будете делать ну то есть у вас есть ограниченный набор ресурсов с помощью которых вы можете создать свой архив и вам нужно этот архив обслуживать потому что каждый день вам из прошлого нужно что-то удалить и загрузить из текущего будущего и опять мы сталкиваемся с задачей что это оперативное обслуживание чего-то что не приносит дополнительную стоимость не вам не вашей компании а генерирует только ну скажем так расходы в лучшем случае в худшем случае проблем так вот облачные провайдеры попытались и об этом подумать за нас давайте посмотрим о некоторых типов хранилищ данных предоставляемых нам облачные провайдеры самые первые типы на самом деле большинство облачных провайдеров начинали развитие своей ветки хранилищ данных из начиная с этих сервисов это хранилище объектового типа что это означает что вы манипулируете у вас появляется возможность манипулировать парами ключ значения где значение может быть абсолютно что угодно можно даже сказать есть у этого что угодно ограничение по размеру но это ограничение по размеру исчисляется в некоторых случаях даже в терабайтах ну то есть если говорить языком например системы управления баз данных это некое хранилище типа ключ значения и у вас есть API доступа к этому хранилищу это как бы набор меню а дальше вокруг этого хранилища выстраивается куча дополнительных услуг версионирование восстановление бэкап что еще что еще время жизни и так далее и тому подобное и это немножко меняет а также у вас есть возможность выстраивать иерархию иерархию хранения то есть некоторые имитации файловой системы но это не файловая система и соответственно вы не сталкиваетесь с теми ограничениями которые накладывают вас файловая система да понятно вы не можете использовать эти хранилища в контексте операционных систем потому что они не готовы к этому для этого создавались им нужна файловая система и все что с ней связано вот привычная прогнила но с точки зрения ваших программных продуктов это вот забудьте про файловые системы когда вы пишете код начинайте пользоваться хранилищем вектового типа потому что это полная им замена и то те плюсы которые вы можете получить используя это хранилище они перекрывают все те возможные плюсы которые вам кажется есть у файловых систем да взаимодействие через API понятно платно за что что тарифицируется за что снимается плата в этом типе в этом типе сервисов это размер хранилища это количество запросов которые отправляете к хранилищу это количество запросов на перенос данных то есть количество запросов на копирование и вроде кажется за все нужно платить и я предлагаю вам посмотреть на стоимость и просто сколько это стоит мне кажется чтобы набрать доллар в месяц вам нужно достаточно много архивов в фотоархивах многих семей там сохранить чтобы вы платили 1 доллар и здесь плавно возвращаемся к поднятому вопросу и к той проблеме архивного хранения мало того что у этого типа хранилищ это не файловая система есть еще AWS Azure и Google точно есть некоторая цепочка создания архивных копий и разница разница между этими архивными копиями заключается только в скорости доступа к скорости доступа к конкретному значению лежащему в архиве как минимум есть два уровня первый нулевой уровень это исходные данные и скорость доступа к ним как к программному доступному через API короче миллисекунды давайте так дальше идет первый уровень архивирования скорость доступа к нему до часу и последний уровень архивирования скорость доступа к нему до одного дня и очевидно что меняется стоимость использование того или иного хранилища облачному провайдеру не нужно обеспечивать быстрое скорость доступа к архивному Ah соответственно применяется другий другой тип программных решений и, соответственно, стоимость эксплуатации этих программных решений дешевле. Соответственно, стоимость использования архива дешевле. Тарифицируется размер, время хранения, скорость получения данных. Что это означает? Храните 10 лет, окей. Каждый год хранения вам будет стоить определенный сумм. Но поверьте, эта сумма, конечно, в итоге будет гораздо меньше, чем ту, которую вы бы заплатили, организовывая у себя такой тип архива. Ну и взаимодействие с этим типом хранилища через API. Следующий тип хранилища, достаточно интересный тип, это физические хранилища. Что это такое? Опять же, тройка. У них я это видел в документации, у других не видел, поэтому только про них. Это физический сервер. Ну, на самом деле, три типа есть. Это физический сервер маленького размера. Это физический сервер большого размера. Маленький размер – это 100 терабайт. Большой размер – это 1000 терабайт. И машина, контейнер. Это петабайты или даже экзабайты. Для чего это нужно? Давайте представим, что вы большой интерфейс. И размер ваших данных исчисляется экзабайтом. Вы затеяли миграцию вот этого вашего даталейка в облако. И ваши данные в облаке нужны. Вам нужно их туда как-то разместить, скопировать. Можно, конечно, попробовать это сделать, используя сетевые подключения. Даже подключившись к магистральным каналам. Можно попробовать. Но, как показала практика эксплуатации, наличие вот таких вот контейнеров уменьшает стоимость миграции таких объемов данных в сотни, если не тысячи раз. Ну, естественное время. Контейнер будет ехать, ну, даже если вы объедете весь мир, ну, допустим, полторы недели. Сколько вы будете копировать экзабайты? Я не знаю. Ну, и давайте представим, что что-то произошло. Да, вы можете задать вопрос. Есть время копирования на этот контейнер. Но этот контейнер приходит к дата-центру и подключается максимально близко к источникам данных. Соответственно, это время, оно есть, но оно отличается, если бы вы передавали этот объем данных на те самые километры. Десятки, сотни или тысячи. Обратите внимание. Мы вроде говорим о хранилищах данных. Но мы еще ни разу не сказали виртуальные диски и файлы института. Вот только сейчас о них говорим. Да, это тоже возможно. И это очевидно, что это должно быть. Потому что вычислительный ресурс не запустится без жесткого диска. Потому что хоть что-то должно запуститься. Соответственно, они тоже есть. Да, они предоставляются платно. Зависит от типа дисков, в смысле физических дисков, которые вы хотите, чтобы были, использовались вашим вычислительным ресурсом. Пять различных типов дисков я видел. От самых медленных и старых до прям бобин. Есть даже бобины. То, что мы называем привычно бобины. До ультрамодных, современных. И его задача, да, подключиться к вычислительному ресурсу, чтобы эта память была доступна во время работы в вычислительном ресурсах. Дальше сетевые файловые системы. Все тоже, все понятно. Вы с этим всем сталкивались, скорее всего. Да, у них есть свои характеристики. Можно разные характеристики настраивать, конфигурировать. Понятно, для чего они сделаны. Они должны быть. Must have. Без них многие типы решений организовывать невозможно. Они платные, зависит от размера, который вы употребляете. Те самые CDN, Content Delivery Network. Каждый уважающий себя провайдер уже имеет свою собственную сеть этих сетей. Да, у вас, вы можете использовать их платно. Стоимость зависит от размера контента, находящегося в сети, от того типа обновления, которое вы используете для этого контента, от того типа распространения, которое вы используете для этого типа контента. В чем прелесть? Можно задаться вопросом. Есть же и другие сети доставки контента, которые уже существуют достаточно давно. Но и вы, может быть, к ним привыкли. В чем прелесть возможно использовать CDN-ы облачных провайдеров? В том, что на сетевом уровне подключение дата-центров к этим CDN-ам происходит на жестко выделенных только для этой задачи сетевых линиях. То есть облачные провайдеры строят свою собственную инфраструктуру доставки данных до ключевых элементов своих сетей. Соответственно, вы получаете скорость обновления, вы получаете резервирование. Ну, вот все то, что вам обеспечивает качественный канал связи. Ну, я вам так скажу, в решениях, которые сфокусированы на качество, если они используются, используются развернутые решения, как облачные решения, тот же Netflix, например. У Netflix резервирование по CDN-у – это три CDN-а. Это CDN самого облачного провайдера, и это два независимых CDN-а. Ну, потому что они хотят предоставлять качественные услуги своим потребителям. Следующий вопрос – что надо знать? Тут все просто, тут мы начинаем повторяться, но это очевидный момент. Архитектуру решения. Мы уже с вами про это поговорили. Тип данных, используемых в решении, статически и динамически, чтобы понимать, какой тип хранилища есть. Ну, в принципе, все ответы на эти вопросы даст вам понимание, что же вы хотите использовать. Дальше считать стоимость, дальше выбирать провайдера. Требования к распределенному использованию данных. Частоту обновления данных, количество чтений и количества записей данных. Политику обеспечения сохранности данных. Географию использования данных. Ваши вопросы. Хорошо, поехали дальше. И последний тип сервисов, о которых я сегодня поговорил. Хотел поговорить о системе управления данных. Общая. Какую задачу решали облачные провайдеры? Предоставление системы управления данных в режиме SIS. Представим себе ситуацию, что вы делаете программное решение. У этого программного решения есть слой хранения данных. Вы перенесли слой представления, слой бизнес-логики, еще куча слоев этого решения в облако. Все идет хорошо. А теперь у вас остался ваш слой хранения данных. Он крутится на ваших серверах. На ваших серверах крутится та СУВД, которую вы выбрали. Энтерпрайз уровня. Энтерпрайз уровня. Опенсорс или не опенсорс. Это все зависит от вас, но оно находится у вас. И теперь вы сталкиваетесь с ситуацией, что вам нужно строить связь между вашим собственным дата-центром и облачным хранилищем, облачным провайдером, где у вас уже крутится основная логика. Ну, где-то начинает ломаться логика. Зачем это делать? И поэтому облачные провайдеры начали предоставлять различные системы управления вас данных как услугу, как сервис. Как сервис. Точка. Какие проблемы решают? Первое. Как мне кажется, наиболее... Ну, нет, хорошо. Одна из наиболее важных проблем – это обслуживание этой системы производит вендор облачного решения. Что подразумевается об обслуживании? Отслеживание всего, что касается обновлений и, естественно, обновлений, связанных с безопасностью. Второе. Отслеживание того, что касается выхода новых версий и своевременный апгрейд до новых версий, если это необходимо. Если, например, в новой версии вам нужна какая-то функция, которая нету в текущей версии. Как минимум, как минимум, это две большие задачи и две большие головные боли, которые до момента того, как вы не перенесли свою систему управления данных в облако, решаете вы сами. Ну и можно… А, да, такой еще интересный момент – это настройки по умолчанию для систем управления данных, которые соответствуют требованиям безопасности облачного провайдера, а не ваши. Потому что не секрет, что большое количество учетчик данных, связанных с системой управления данных, происходит по халатности разработчиков или тех, кто его обслуживает. А халатность заключается в банальной ненастройке дефолтных конфигураций безопасности. Здесь вы не столкнетесь с такой проблемой. Вы столкнетесь с другой проблемой, что вам нужно будет разобраться в настройках безопасности облачного провайдера и понять, что же там нужно изменить, чтобы, наконец-то, ваша СУВД стала вам доступна из вашего же вычислительного ресурса или программного кода. Быстро накодить не получится. Нужно немножко подумать будет о безопасности. Снижение стоимости использования. В целом, да, если сравнивать лицензионную тарификацию и тарификацию облачного провайдера, стоимость будет ниже. Немаловажный момент. Когда вы покупаете лицензию на какой-то СУВД, чаще всего эти лицензии идут и рассчитываются по количеству ядер вашего вычислительного ресурса, давайте задаемся вопросом тем же самым, что мы задавались, рассуждая о аренде вычислительного ресурса. А если вы всех не используете, а за лицензию платить надо? Вот еще маленький расход, который по-хорошему можно было бы избежать. Скорость масштабирования. Стандартные практики масштабирования систем управления баз данных в зависимости от типа уже реализованы в конфигурационных блоках настройки запуска этой системы управления. Здесь я хочу сказать, что вы настраиваете масштабирование в момент запуска своей СУВД, а не в момент, когда это требуется, если вы сами ее обслуживаете и не подумали об этом или не было потребности для этого. Тот же самый пункт в соответствии регуляторным сертификационным нормам. Что это означает? Например, вам нужно соответствовать закону ОПЕРС данных. И, например, в Европе есть конкретные требования о том, что если пользователь потребовал удалить, то мы безукоснительно, как владельцы ОПЕРС данных, должны это сделать. Сейчас облачный вентор внедряет это как дополнительную услугу, и можно настроить соответствующим требованиям и не задумываться и самим не решать, и не реализовывать эту бизнес-логику. Опять же, эта логика не приносит вам дополнительной стоимости. Основные сервисы. У всех облачных провайдеров вы точно найдете реализационные СУПД. Да, они будут переставляться вам платно. Стоимость будет зависеть от их размера, от количества запросов, которые отправляете. Большинство сервисов вы найдете широкую линейку выбора реализационных СУПД. Их можно условно разделить на две части. Это Open Source Engine, то есть когда взято СУПД, например, Postgres, PostgresSQL или MySQL, и общедоступная Apache лицензия, и вендор ее немножко доработал и сделал, немножко опять здесь можно взять в кавычки, и сделал доступным как свой сервис. Очевидно, понятно, для чего это сделано. Когда вы будете мигрировать от тех же Open Source решений, находящийся у вас, вы увидите Postgre, что она тоже там есть, оно вам доступно, и миграция, хотелось бы сказать, пройдет без проблем, но она пройдет с меньшими проблемами, если вы пытались мигрировать на другой, либо непривычный вам, или просто другой движок реализационных СУПД. Некоторые вендоры также создают собственные реализационные СУПД, кто с нуля, кто не с нуля, кто дорабатывает определенные части Open Source УПД. Ну, здесь я их назвал Vendor Native Engine. У каждого вендора можно найти. Очевидно, у Azure это линейка SQL серверов. Да, надо понимать, что и AWS, и GCP позволяют вам развернуть и Microsoft SQL точно у себя. По-моему, даже кто-то из них Oracle позволяет развернуть. То есть в конечном итоге вы даже сможете найти тот самый движок СУПД, который вы привыкли использовать, если очень сильно захотите. Возможно, стоимость его использования будет другая. Дальше. Следующий тип сервисов очевидны нереализационные СУПД. Здесь та же самая логика. Платно платите за размер СУПД, то есть за объем хранимых данных. Платите за количество запросов, которые вы отправляете к СУПД. То же самое разделение Open Source Engine, Vendor Native Engine. Так же, как и с реляционными, такую же логику. Продуктового развития здесь используют вендоры для инвестиционных СУПД. Большой блок специализируемых СУПД. Я сюда отнес очереди, хотя вендоры… Ну, здесь я подразумеваю, например, Memcash и Redis, которые мы все привыкли в On-premise проведены использовать в очереди. Kafka тоже можно называть. Сема управления данных можно не называть. Здесь кто как привык. Time Series, Database, Memory Database, даже можно назвать. И Ledger, которые используются в блокчейн-технологиях. Еще есть некоторый набор специализированных графовый СУПД. Ну, я их лично отношу к реляционным, поэтому сюда не буду. И, повторюсь, логика вендоров простая. Если вы хотите эмигрировать в свое программное решение в облако, в облаке должно быть все, что необходимо для работы в программном решении. Соответственно, там и должны быть системы управления баз данных, к которым вы привыкли. или очень похожи на те, к которым вы привыкли. Что надо знать перед выбором? Стандартный набор вопросов, которые вы задавали о себе, если бы задумывались о выборе, в принципе, СУПД. Архитектура решения, модель данных, требования к распределенному использованию данных, частоту взаимодействия с данными, количество чтения и записи данных, профиль взаимодействия с данными. Здесь подразумеваются специфические запросы, либо это будут общие запросы, под специфическими запросами давайте скажем полнотекстовый поиск, или сложный запрос с сложными условиями, о которых вы не знаете заранее. Требования к надежности и согласованности использования данных, ну, чтобы понять, какую СУПД выбрать по той самой теореме SAP и всеми нами горячо любимой географии использования данных. Минуту вам на вопросы, но, судя по тенденции, вопросов, наверное, не будет. И я перейду к набору выводов, которые я хотел бы сделать по результатам нашей встречи, ну, и, возможно, которые вы дальше будете использовать в своей профессиональной деятельности. Выводы. Существует несколько, ну, на самом деле, две общие использования стратегии перехода в облако. Это либо миграция того решения, которое у вас реализовано в on-premises парадигме, либо создание нового решения. В зависимости от той стратегии, которую вы сейчас выберете, будет определено какие типы ресурсов, какие типы сервисов облачного провайдера вы будете использовать, и, соответственно, те стоимости, которые вы будете за это использование платить. Я, наверное, скажу так, что миграция решения, если вы посчитаете, возьмем какое-то гипотетическое решение, которое сейчас существует, и точно такое же, если бы мы создавали его с нуля используя облачную парадигму. Я думаю, что процентов 80, с вероятностью 80%, миграция в облако будет стоить дороже, нежели создание нового решения с нуля. И здесь дороже я подразумеваю стоимость ресурсов, которые вы будете использовать, потому что на этапе миграции у вас будет несколько промежуточных частей, и на этих частях вы будете временно использовать определенные ресурсы, которые вы бы не использовали, если бы создавали решение с нуля. Вот моя мысль. Важный вывод, что до начала процесса разработки и миграции необходимо понимать конечный результат. От конечного результата, который должен быть описан в большом количестве аспектов и размерности зависит то, как нужно будет вам подходить к созданию программного решения с точки зрения облачной парадигмы, естественно. Вне зависимости от облачного провайдера стоимость разработки обслуживания решения будет дешевле точно на краткосрочном и среднесрочном горизонте планирования. Вот сейчас, если вы посчитаете, сколько вам будет стоить, вы должны определить для себя эти горизонты для вашего продукта, ну, допустим, для вас долгосрочно это два года, среднесрочный год и краткосрочно полгода. Так вот, полгода и год в этот момент времени вы посчитаете, сколько вам будет стоить, если вы сделаете вам премию с решением и будете его поддерживать в своем собственном датакцентре и облачном решении. Вам будет дешевле в течение полугода и года обслуживать облачные решения. Возможно, через два года стоимость обслуживания вашего решения в облаке сравняется с той же стоимостью обслуживания, которая бы у вас была в это время, если бы вы делали он-премис решение. Но у вас прошло на линии времени два года и эти два года вы тратили меньше, чем если бы вы сразу начали делать решение вида он-премис это уже будет ваш выигрыш конкретно в деньгах цифры. А если вы подойдете с определенным набором знаний к проектированию решения облачного, то и в долгосрочной перспективе получите финансовую выгоду за стоимость использования облачного решения. Важный момент. При выборе провайдера стоит учитывать текущее знание команды используемой технологией инструментов. Банальный пример. Если вы разрабатываете датнет решения и внутри команды ваш процесс разработки построен вокруг продуктов Microsoft поддерживающих эти процессы, конечно лучше вначале посмотреть на Asia, потому что вашей команде потребуется меньше времени, чтобы доучиться до момента, когда они смогут эффективно создавать решения для Azure Robot. Средне-срочно. Та же история. В долгосрочной у всех провайдеров вы получите свою выгоду. Дальше ищите уже конкретику по сервисам, но в глобальном элементе часть компаний, которые начинают создавать облачные решения, приходят к кросс-облачным решениям, то есть у них решения, которые работают и на AWS, и на Azure, и на GCP. Ну и последний вывод касается того, что адаптация облачной парадигмы разработки программного обеспечения требует значительных изменений в мышлении сотрудников и изменений используемых рабочих процессов. Это большой долгий разговор на тему того, а что же это за изменения, а как их надо проводить, и на самом деле это один из важных этапов, который проводят во время миграции решения в облаках. То есть происходит изменение не только на уровне кода, не только на уровне инфраструктуры, но еще на уровне процессов и в головах людей, создающих этот код или использующих эту инфраструктуру. Это важно. Ну, стоит добавить, что мы попытались сделать наш курс направленный как раз на то, чтобы показать различия и дать базовый набор знаний и инструментов, которые можно применить для создания реального рабочего решения, облачного решения. Да, я хотел бы вас попросить заполнить маленький опрос о нашем сегодняшнем, о нашей сегодняшней встрече. И, да, мы ее заканчиваем. Повторю, есть ли у вас еще вопросы ко мне, я готов на них сейчас ответить. А ссылочку на опрос я кидаю в чатик. давайте две минутки, если у вас возникли вопросы, задавайте их, пожалуйста. не буду повторять мой тезис про вопросы, тогда я хочу поблагодарить вас за ваше внимание, за ваше время, которое вы провели сегодня со мной. Спасибо вам большое. И на этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю встречу. Всего вам доброго и хорошего вечера. субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.